Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, общеизвестно, что группу неоперабельных случаев немелкоклеточного рака лёгкого третьей стадии составляет большинство, это третья Б, уже теперь по ТНМ-8. Очевидно, актуальность совершенствования стандартно рекомендуемых методов консервативной терапии этой формы рака, это всё отражено в наших клинических рекомендациях, считается в настоящее время общепризнанным подходом. По данным мета-анализов, на которых основаны в принципе все рекомендации, одновременная химио-лучевая терапия даёт преимущество выживаемости. Что касается функционального статуса пациента, это ключевой момент, который будет определять дальнейшую тактику его лечения. При функциональном статусе до единицы проводится одновременная химио-лучевая терапия, у пациентов же при статусе 2, последовательная химио-лучевая терапия. Совокупная оценка эффективности, безопасности, доступности и доказательной базы имеется только в американских стандартах. И по данным НССН, по всем этим параметрам, наиболее оптимальным режимом является поклитоксил и карбоплатин АУК-2 еженедельно. Одним из наиболее значимых, показавших преимущество одновременной химио-лучевой терапии перед последовательной, при немелкоклечном раке и лёгкого треть стадии, было исследование РТО-G9410, которое всем хорошо знакомо. Научной гипотезой для проведения этого исследования стало предположение, что в группе с одновременной платинно-содержащей терапией и гиперфракционированием лечение будет наиболее эффективным. И на самом деле выживаемость в исследовании была выше у пациентов, получавших одновременную химио-лучевую терапию. Но не гиперфракционирование, а кондициональную, стандартную. С тех пор одновременная химио-лучевая терапия стала золотым стандартом лечения пациентов в третьей стадии с хорошим функциональным статусом. Для понимания необходимости проведения химио-лучевой терапии необходимо обратиться к исследованиям, в которых химио-лучевая терапия проводилась до хирургии. В этом случае есть достоверное подтверждение пользы в сравнении с химио-лучевой терапией. Это относительно ответа опухоли, а также подморфологического ответа в средостенных лимфоузлах. Предоперационная химио-лучевая терапия по сравнению с одной только химиотерапией улучшала подморфологический ответ с резиктабельной стадией без увеличения послеоперационной смертности, однако не улучшала безрецидивную и долгосрочную выживаемость. Ранее в другом мета-анализе бельгийскими авторами было доложено результаты исследований у пожилых пациентов. Большинство авторов отмечают, что острая токсичность более третьей степени, как гематологическая, так и эзофагиальная, чаще встречались в группе с одновременной химио-лучевой терапией, но она была управляемой. И авторы делают вывод, что одновременная терапия должна предлагаться пожилым пациентам с такой распространенностью, но после гериатрической оценки, поскольку может быть достигнута выгода выживаемости. Что же одновременно или последовательно, как выбрать, если это какое-то пограничное состояние, статус ЕКОК-1-2. Следующий мета-анализ, проведенный в 2010 году, были включены рандомизированные исследования для пациентов, которые получали лучевую терапию по радикальной программе, в сочетании с последовательной либо с одновременной химиотерапией. Последовательная химиотерапия определялась как назначение химиотерапии либо до, либо после лучевой терапии, одновременная, только на фоне лучевой терапии. В этот мета-анализ включены протоколы, которые завершились к концу 2003 года, простите, с тем, чтобы иметь достаточно продолжительный контроль. Анализ общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования был основан на шести исследованиях, это 1200 пациентов. В каждом из исследований продемонстрировано существенное преимущество трех- и пятилетней выживаемости одновременной химио-лучевой терапии по сравнению с последовательной. Одновременная химио-лучевая терапия оказала значительное влияние и на локорегионарное прогрессирование с абсолютным снижением на 6% через 3,5 лет, но не было никакой разницы между двумя видами лечения относительно отдаленного прогрессирования. В 2017 году вышел мета-анализ, систематический обзор, в котором основными точками также была оценка выживаемости и токсичности, но на этот раз сравнивалась индукционная химиотерапия и последующая одновременная с одной и только конкурентной химио-лучевой терапией либо с добавлением к ней консолидирующей. Более 1000 пациентов, 7 исследований, 5 рандомизированных, 3 фазы, 2 ретроспективных исследований, медиано-наблюдение, 3 с небольшим года, 4 исследования были платиносодержащими, 2 исследования использовали карбоплотинопоклитоксел и 1 гемцитабинсдотцитоксел. Применялась конформная лучевая терапия в дозе до 60-66 грей. При оценке выживаемости в первой сравниваемой группе достоверной разницы не выявлено, однако отмечена положительная тенденция в сторону индукционной терапии в 3- и 5-летней выживаемости. Также не достигнуто статистической разницы и в другой группе сравнения. Конечные результаты показали, что химиотерапия до и после одновременной химио-лучевой терапии были равноэффективными. Оба подхода имели сравнимую токсичность. Ликопения третьей степени и выше встречалась в группе консолидирующей химиотерапии, чем в индукционной, что вполне объяснимо, уже имеющейся нагрузочной дозой за счет химиотерапии. Для предотвращения легочной и изофагиальной токсичности авторы предлагают использовать современные радиационные технологии и менее токсичные режимы химиотерапии. В сравнении режимов химиотерапии какой же выбрать? Результаты оценки выживаемости представлены в исследовании третьей фазы PROCLAIM. Сравнивались конкурентная химио-лучевая с цисплатином с консолидацией пиметриксидом против химио-лучевой этапозит с цисплатином и консолидацией не пиметриксид, уже содержащей химиотерапии. В показателях общей 1-2-3 годичной выживаемости статистически значимых различий выявлено не было. В сравниваемых группах показатель контроля над заболеванием был достоверно выше в группе А. Но это был суррогатный показатель, он не был конечной точкой в оценке протокола. Заметки из жизни. Популяционные исследования. Что же происходит с пациентами в клиниках вне клинических исследований? Группа авторов Стэнфордского университета сравнивали химио-лучевой терапии без консолидирующего курса химиотерапии с последующей консолидацией. Были включены группы с индукционной химиотерапией, последовательные курсы чисто лучевая, потом чисто лучи. Чисто лучевая, потом чисто химиотерапия. В итоге наиболее распространенными режимами химиотерапии были карбоплотин-паклитоксел, цисплатин-эдопозит и карбоплотин-доцитоксел. Лучевая терапия представляла собой либо конформность, либо МРТ. По приведенным кривым отслеживается, как менялась тенденция с применением той или иной схемы химиотерапии, а также назначение модальности химии лучевой терапии. И на протяжении всего периода выборки бесспорным лидером была схема паклитоксил-карбоплотин. С течением времени она не утратила свои силы, на сегодняшний день она является также лидирующей схемой, которая используется. За исследуемый период сократилось количество назначений последовательной химио-лучевой терапии с 14% до 3%, а конкурентная или конкурентная консолидирующая терапия выросла от 35% до 45%. Выживаемость была одинаковой. Среди пяти наиболее часто используемых дуплетов на основе платины обнаружили, что пациентам, получавшим цис-плотин в химио-лучевую терапию, не назначали дополнительную химиотерапию после окончания. Тем не менее, для пациентов, получавших карбоплотин, химиотерапия консолидации составляла, как раз входил карбоплотин. И химиотерапия консолидации была связана также с улучшением общей и раково-специфической выживаемости. Медиана наблюдения составила 29 месяцев. При этом медиана общей выживаемости в группе с одновременной химио-лучевой и консолидацией составила 21 месяц против 18 с одной только самостоятельной. А медиана раково-специфической выживаемости составила 23 месяца при одновременной консолидации и 19 при самостоятельной. При многофакторном анализе одновременная консолидация оставалась связанной с улучшенной общей и раково-специфической выживаемостью. Исследование, которое было представлено ранее, имело ряд ограничений. Это было связано от требований медиакея, от отчетности СИР. И также невозможно было отследить критерии отбора пациентов, те или иные схемы и модальности терапии, которые выбирали доктора. Следующее исследование интересно тем, что у пациентов с большим объемом опухоли проводили индукционную химиотерапию. И авторы оценивали вклад именно индукционной химиотерапии, выживаемость у пациентов с Т4, Н3 и GTV больше 150 кубиков. Пациенты с большими размерами первичного очага получали индукционную химиотерапию в режиме поклитоксил-карбоплатин, затем химиолочевую терапию. Группы были достаточно гомогены по полу-возрасту, объему поражений, гистологическому типу. Эффект оценивали по КТ через 6-8 недель после окончания. Поскольку конечными точками не были критерии ответа по рецисту, публикации не представлены. Оценивалась лишь выживаемость безрецидивная и безметистатическая. Пациенты, прошедшие индукционную химиотерапию перед одновременной химиолочевой терапией, значительно демонстрировали более длительную выживаемость, чем пациенты, которым была выполнена только конформная лучевая терапия. Учитывая, что цель любой терапии, кроме получения эффекта, это еще и предотвращение либо снижение негативных проявлений, актуальным становится вопрос о необходимости больших объемов облучения при проведении такого агрессивного лечения, какими лучевая терапия. Традиционно лучевая терапия для пациентов с локальным распространением нацелена на первичную опухоль и на пути лимфоотока. Это и псилатеральные средостенные лимфоузлы, которые клинически не вовлечены. И, тем не менее, этот вариант ограничивает эскалацию дозы из-за токсичности на легкий пищевод, а более низкая доза облучения приводит к тому, что мы не можем осуществлять полноценный местный контроль над опухолем. Это требует использования другого метода лучевой терапии, который подразумевает облучение клинически вовлеченных лимфоузлов. И в настоящее время в рекомендациях НССН они предлагают рассмотреть именно его к использованию. Сравнение этих двух методов приведено в систематическом обзоре и метаанализе. Китайские авторы провели отбор исследований по медицинским базам, включили туда исследование три рандомизированных, трикогортных. В соответствии с целью этого метаанализа случаи региональных неудач определялись как поражение любого лимфоузла в регионе профилактического облучения, либо соответствующий регион, первоначально не включенный в облучение изолированных лимфоузлов, подтвержденных, что они метастатические. Проведенный анализ продемонстрировал отсутствие достоверной разницы между двумя методиками. Тем не менее, в рекомендациях эти объемы облучения указаны, они предназначены для использования. И это, так скажем, аргументировано тем, что методики лучевой терапии улучшаются, использование ПЭТ-КТ способствует также улучшению планирования объема облучения. Химиолучевая терапия тоже может контролировать и местный процесс. И профилактические дозы, которые получают лимфоузлы при изолированном облучении заинтересованных лимфоузлов, может быть достаточно за счет этого профилактического облучения. Ряд перспективных исследований новых подходов для локального системного контроля проводится, апробируется в клинических испытаниях, направленных на улучшение выживаемости. На сегодняшний день имеются сообщения и о новых установках лучевой терапии. Это биологически контролируемая лучевая терапия, когда в установку включена функциональная ПЭТ-ПЭТ-КТ, по которому опознаются очили и доза облучения производится только на эти объемы. Учитывая, что в нашем арсенале есть возможность проведения достаточно взвешенного по результативности, по эффективности лечения, необходимо брать его на вооружение, стараться применять в большинстве случаев, безусловно, взвесив все риски для каждого конкретного пациента. А пока мы, как Магрит Рене, смотрим на достижения и пытаемся нарисовать перспективу. Благодарю. Спасибо большое, Ольга Владимировна, коллеги. Вопросы? Нет вопросов? Да, конечно. Можно мне короткий вопрос провокационного характера, но очень с добрыми чувствами. Как Вы относитесь к тому, то есть сейчас мы знаем, что доза, рекомендуемая доза, она не должна быть больше 60-60 грей. Режим фракционирования классический, химия-лучевое лечение. Как Вы думаете, в будущем есть ли место, с одной стороны, режимом гипофракционированным подведения дозы, и, с другой стороны, все-таки, какого-то очень локализованной эскалации дозы? Просто вот как Ваша точка зрения. Вероятно, есть. Я не смотрела, есть ли на самом деле такие исследования проводятся. Скорее всего, они действительно проводятся и по гиперфракционированию, и по эскалации дозы. Но все, опять же, будет зависеть от изначального объема. И здесь прогнозируемая токсичность на те же легкие и на пищевод. На сегодняшний день, например, могу сказать, что мы, столкнувшись даже по протоколам с объемами В20, мы не всегда проходим у этих пациентов по объему В20. Поэтому, если это будет еще и эскалация дозы, а надо понимать, что в клинических исследованиях мы в объем берем только верифицированные лимфоузлы метастатические, и уже этот объем не позволяет проводить при стандартном, то надо сильно подумать о том, чтобы эскалировать дозу и делать гиперфракционирование вот на такие объемы. Спасибо. Ну все, аудитория завелась. Задавайте, конечно, дайте господину Сотникову. Не кажется ли вам, что уже пора дифференцировать или пытаться дифференцировать эффект от наших программ лечения, от тех, что вы сказали, для аденокарцином и плоскоклеточного рака, и пытаться выявить различные эффекты? Да, спасибо. И готовясь к докладу, посмотрев всю литературу, действительно, все в одном… Да, 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 наговаривайте. Их всегда вместе. Очень редко разделяют, стратифицируют аденокарциномы, а биология другая, и ответы могут быть другими. И здесь они сглаживают друг друга. Поэтому действительно такие есть, но исследований, к сожалению, не очень много. Что относится к различной биологии опухоли, я думаю, что по отношению лучевой терапии дозы, там особой различий нету, потому что мы выделяем мелкоклеточный, не мелкоклеточный рак. Но различие именно сейчас то, что развивается таргетная иммунотерапия. Это как раз то, что было последнее исследование, которое показало, что в адювантном режиме как раз переменение дурвалумаба значительно повышает выживаемость при немелкоклеточном раке лёгкого. А что касается гипофрактирования, помните, начинались такие исследования, как ЧАРТ? Да. И это имело очень большой успех. Да, потому что это не везде применяется, потому что есть проблемы перевезка пациентов, там нужно два раза в день получать. Но я думаю, что гипофрактирование он набирает обороты, и, скорее всего, ему будет доступное место. Насколько я знаю, даже авторы ЧАРТ сейчас очень редко используют эту технологию у себя. Это было связано с техническими проблемами, эффективность он показал. Продолжение следует...